Всем привет, это Алена Вену. Как вы, возможно, догадались, я уже год не убирала своей квартире для того, чтобы снять для вас видео на Хэллоуин. Вечно я не люблю этот праздник и не праздную его, потому что это праздник нечисти, а с нечистью у меня нет ничего общего. Но так как вы мои любимые зрители и я не могу игнорировать ваше мнение, я снимаю для вас сегодня видео DIY на Хэллоуин. А вы любите Хэллоуин? Напишите мне об этом. Если вы сделаете какой-нибудь из этих DIY, обязательно сфотографируйте его и отправляйте мне или в Instagram с хэштегом DIYVeno, или в группу ВКонтакте в раздел «Ваши работы». Потому что теперь все фотографии, которые вы будете мне присылать, я буду вставлять в конце каждого DIY-видео, в виде небольшой подборочки. Напишите мне в комментариях, какой DIY вам понравился больше всего, а также хотите ли вы еще видео на тему Хэллоуин? Если вам понравится видео, обязательно ставьте лайк, делитесь со своими друзьями. И давайте приступим! Возьмите две апельсинки и аккуратно обрежьте с двух сторон. Только не переборщите, совсем чуть-чуть. Теперь разрезаем пополам. И отделим шкурку от мякоти, чтобы потом было удобнее достать. Вынимаем мякоть. И да, предупреждаю, на столе у вас будет апельсиновый фреш. Готово! То же самое повторим со второй. И теперь давайте прорисуем мордочку нашей апельсиновой тыковки. Классно! Теперь берем ножик и вырезаем по нарисованной форме. Теперь возьмем жидкость для снятия лака и вытрем остатки маркера. Рисуем вторую тыковку, чтобы первая была не одинока. Стремная, конечно, компашка, но... Что поделаешь, это же Хэллоуин! А теперь зацените, как я вмазала надоедливой мошке. Не, вы видели? Тем временем мы продолжаем вырезать. Чувствую себя пластическим хирургом, ей-богу. Отлично! Теперь возьмите две свечки и оберните их в наши подсвечники. Уууу, по-моему, получились очень клевые тыквушки. А главное, что пахнуть ваша комната будет не кабачковой кашей, а цитрусом. Для угощения возьмите торт или пирог с белой верхушкой. И вообще-то это должен был быть шоколад, но я нашла только синее желе. Рисуем паутинку. Это, кстати, очень легко сделать, просто повторяйте за мной. И, конечно же, в нашей паутинке кто-то должен жить. Поэтому добавьте паучков. Готово! Отличное вкусное украшение хэллоуинского стола. И ушло на него минуты три максимума. Так, теперь давайте займемся декором. Возьмите черную рамку, черную и блестящую оранжевую бумагу. На ней мы прорисуем тыковку, символ праздника. В интернете масса примеров, как можно нарисовать тыковку. На любой вкус. Теперь положите бумагу на твердую поверхность и вырежьте детали. Будьте особо аккуратны, если бумага тонкая. Кстати, не обязательно рисовать именно тыкву. Это может быть что угодно, связанное с хэллоуином. Вырезаем саму тыковку и примеряем, подходит ли она к основе. Моя подходит, поэтому я ее буду приклеивать. Тут я очень волновалась, потому что черный ошибок не прощает. Ништяк! Теперь помещаем это в рамку. Можно без стекла. И готово! Вышла и мрачная, и одновременно гламурная картина. По-моему, она здорово подойдет для декора и создаст нужное настроение. Теперь нам нужна любая белая емкость и самый обыкновенный бинт. Бинт. Приклейте один кончик к миске и начните обматывать ее как мумию, оставляя небольшой проемчик для глаз. Теперь заклеим оставшийся конец. И будем вырезать глазки из обычной бумаги. Я решила сделать мумию нашемультяшным, поэтому, соответственно, нарисовала ему глаза. Приклеим их в проемчик. И наша голова готова. Только пустая, правда. Но ничего, это мы исправим. Возьмите розовые сахарные конфеты. Любите такие? Выкладываем их нашей мумии по всей голове. И вуаля! Создается впечатление, будто вы едите его мозги. По-моему, это довольно жутко. И прикольно. Но жутко. И прикольно тоже. Ну, короче, вы поняли, это может продолжаться вечность. Но я уверена, такое угощение придется по душе вашим гостям. Возьмите два стакана. Кхм, да. А также черную бумагу. И да, я понимаю, что вам ничего не видно, но простой карандаш хорошо виден на черном. Поэтому я прорисовываю черную мордочку для того, чтобы сделать из обычного коктейля тыквенный. Вырезаем детальки и приклеиваем их на бокалы. Можно на стаканы, просто круглые, по-моему, прикольнее. И теперь самая интересная часть. Наливаем туда что-нибудь оранжевое. Фанту, морковный или мультифруктовый сок. И отмечаем с друзьями. Вроде бы так просто, а настроение уже поднимает. Тем более, если вы сделаете их милыми, приветливыми и веселыми. Такое впечатление, что не щекотно, когда ты из них пьешь. Возьмите стеклянную или белую подставку для свечи и маркер. И тут я случайно пролила воск на стол. И вы посмотрите, он распускался в форме черепка. По-моему, атмосфера Хэллоуина в комнате просто зашкаливает. Итак, маркер. В идеале специально для рисования по стеклу, но давайте будем реалистами. Мы все возьмем самый обычный маркер и нарисуем на подсвечнике паутину. Это мы уже научились делать, так что должно быть очень легко. Теперь возьмите паучков и приклейте на паутину. Их, конечно же, тоже можно нарисовать. Ну или вырезать из черной картонки. И поставим ее на место. Мне нравится, как вышел этот уголок. Ну, в жутком смысле нравится. Как будто со всего дома пауки сползаются сюда. Пишите мне в комментариях, какой DIY вам понравился больше. Отправляйте мне ваши работы, я буду очень рада их увидеть. Также вконтакте появилась официальная группа, куда я буду выкладывать все треки из видео, все анонсы и дополнительную информашку. Так что, если вам интересно, вступайте. Спасибо большое за просмотр. Я вас люблю и целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok